А вот кто кредит доверия, похоже, не оправдал, так это больше 10 тысяч бывших студентов казахстанских вузов. В начале 2000-х государство предоставило им беспроцентный кредит на образование. Однако долги они не вернули. Сейчас сумма задолженности около 3 миллиардов тенге. В свете нового поручения президента вернуть льготное кредитование на обучение, наша коллега решила разобраться в старых ошибках, чтобы не повторять их снова. Кредит брали на 10 лет. Первые три года я выплачивал 10 тысяч тенге ежемесячно. А в последующие годы ежемесячно нужно выплачивать 35 тысяч тенге. Образование в кредит Диас Жамбулов не стыдится. Житель столицы уже дипломированный специалист. Закончить вуз помогли заемные деньги. Выплачивал сначала с помощью родителей, сейчас эксперт международной торговли закрывает кредит самостоятельно. Кредитная программа так и называлась образовательная. Плюс эта программа, что она продолжительная, что не сразу же нужно будет погашать. В принципе, выплачивать кредит мне не накладно. То есть я сейчас работаю в финансовом центре, зарплата в принципе достойна, хорошая зарплата. По условиям кредитной программы сначала нужно вернуть банку проценты. Основную сумму долга, как получишь диплом и найдешь работу. Образовательный заем называли льготным, но судя по переплате, таким его назвать все-таки сложно. В общем, обучение у меня вышло за три года. 2 миллиона 100 тысяч. Переплата, ну, сами проценты, это миллион 800. Впрочем, практика учиться в кредит в стране не новая. Только сейчас кредиты на обучение дают банки, а финцентры выступают только гарантом, что заемные деньги все-таки вернутся кредитору. И это требование, похоже, выстрадано, потому как бюджетные средства, выданные ранее, центр не может вернуть до сих пор. В начале 2000-х тоже действовала другая программа образования в кредит. Причем он был беспроцентным. Обучаться в долг могли студенты, не добравшие на грант нескольких баллов. В 2005-м образовательные кредиты отменили, а тех, кто уже взял займы, перевели на грант. Но большинство студентов посчитали, что долги можно не возвращать. Из 60 тысяч воспользовавшихся программой по счетам в итоге не заплатили больше 11 тысяч человек. Общая сумма задолженности – 3 миллиарда тенге. Но взыскать долг, а этим сегодня занимается финцентр, похоже, со всех не получится. Часть заемщиков уже успели покинуть страну, списали долги умершим студентам. Беспроцентный кредит выдавался только за счет бюджета. Есть студенты, которые объявлены умершими. Мы пишем письма ближайшему родственнику и направляем заявление о том, чтобы они нам приложили свидетельство и также заявление прикрепили. Списываем их согласно бюджетному кодексу. Большинство людей сменили адрес, но прописки у них остались прежними, где они проживали в те годы. Вот это вот самое основное, так как письмо приходит, а их уже там, соответственно, не проживает. Они просто прописаны. И со старыми и с новыми должниками, не желающим возвращать долг добровольно, последние годы разговаривают в суде. Причем суммы долга растут в разы за счет судебных издержек. Но раскошелиться в этом случае лучшее из вариантов. Судебный исполнитель ставит арест на имущество, если имеется, закрывает выезды из страны, блокирует все счета. А также у нас есть договор с первым кредитным бюро, а также государственным кредитным бюро, на основании которого мы имеем право передавать их в кредитное бюро, то есть их кредитная история, по сути, уже портится. И если одни выбирают для себя учебу в долг, другие, а их уже 20 тысяч, планируют будущее своих детей уже с пеленок. В финансовом центре открывают депозиты на будущее образование детей. Там двойное вознаграждение не только от банка, но и государства. Кстати, по словам представителей финцентра, инвестируют в будущее образование малышей, в основном бабушки. Айгуля Монтаева, Жанду, Султан Газы. Итоги дня.